Добрый день! Здравствуйте, уважаемые блогеры, блогеры из Перми, Пессонов Алексей Борисович. Уходит год, 2013, тяжелый был год для меня. Я похоронил бабушку в 92-м году жизни. Это моя заслуга, она умерла в достатке, в окружении семьи, в любви и так далее. Это год уходящий, политический год. Все-таки новый губернатор как-то определяется с определенными досками конструкции со своей. Ему достался край после 10 лет правления либералов, которые практически уничтожили всю экономику края. Самое дорогое жилье, самая дорогая продуктовая корзина, практически мотивированная за систему управления. И он, конечно, пытается разрубить. Но его недостаток, проблема в чем? Я предлагал его назначить меня премьер-министром. Он как-то поулыбался и так далее. Почему? Человек никогда не избирался, мало образован. Все-таки у него отсутствует системное образование. У меня юридическое образование. Лучшее в стране, военное, юридическое и так далее. У него нет. Он инженер горный, но он занимается политикой. И он не понимает, что во всем мире нет понятия хорошего человека. Да, он нравится гражданам, они его поддерживают, все считается. Если бы было нормальное правительство, ко мне бы прибежали и предложили его пост примера. Но пока мы еще в стадии взросления всему свое время. И вот, конечно, его прокол был огромный. Он назначил Панова, мальчика Молдова. Его тут же посадили и так далее. Если бы я был премьер-министром, он бы был самым популярным губернатором за всю историю. Как Коноплев. Другой курс, другая риторика, другие лица. Но он пока как девушка на выдании нерешительный. Что-то боится, побаивается и так далее. Но всему свое время. Когда я буду губернатором, тогда будет еще другая ситуация. Я буду сам приглашать самых популярных людей, нелибералов. В правительство это будет принесла именно народного доверия. Поэтому тяжелый год был. Для меня очень тяжелый, сложный. Но, тем не менее, мы на пути к победе. Страна будет, выйдет из, их край выйдет из кошмара либеральных реформ. И я буду губернатором. Спасибо вам, Бессонов Алексей Борисович.